всем привет на канале дачмен сегодняшнем видео я хотел бы затронуть несколько вопросов касающихся прошедших дней с вот этими вот непонятками с комментариями под моими видео именно тема тем теме миграционного вопроса мигрантах об их поведении и так далее в общем и потом еще несколько рассмотреть один комментарий и рассказать им еще кое-что так вот к теме вот этих комментариев отключения комментариев youtube мне так и не ответил не дал ответа на то почему они в течение всего дня под моими видео о миграционном вопросе отключали комментарии причем целенаправленно отключали комментарии я утром на следующий день утром опять включил все и до вечера вроде бы все было нормально я надеюсь что и дальше все будет нормально может быть это были какие-то сбои и я слишком много всякой фигни себе понадумал а может быть действительно это было сделано целенаправленно для того чтобы люди не могли высказывать правду вот этой вот скажем так щепетильной теме потому что это ну как вам сказать по телевизору в новостях везде на разных коммерческих каналах и так далее рассказывают об этом показывают говорят по радио говорят в газетах пишут а на youtube и получается об этом говорить нельзя потому что якобы это нарушает норма какого-то там сообщества так извините пусть это сообщество снимет розовые очки со своего лица и посмотрит на действительность на ту действительность которая вокруг него вокруг этого сообщества существует пусть посмотрит на то что действительно происходит вокруг а не вот это вот ерунда типа блин котики и голые задницы это все хорошо это все классно это можно блин постить и за это вас никто не не отправит в банну это же глупо это идет деградация всего населения страны и не только страны но и всей планеты если уж на то пошло ладненько буду надеяться что с комментариями все будет дальше в порядке если же нет то как я в описании к тем всем видео написал повторяясь еще раз ребята у меня есть на канале специально платная подписка стоит 2 доллара в месяц она называется полит-клуб на канале old dachman по той подписке если кто-то допустим станет абонентом канала можно смотреть различные видео там есть кстати несколько видео можно смотреть эти видео и можно их там комментировать эти видео беспрепятственно без боязни того что у вас допустим youtube заблокирует забанят или еще что вот это касательно вот этого первого вопроса второй вопрос вот посмотрите сейчас на экран мне одна женщина написала вот такой вот комментарий мол мы тоже пришли в этой стране имеется ввиду в германии и наши люди тоже творят много безобразий и я этой женщине написал ответ и сейчас я вам говорю что я написал по статистике предоставленной министерством внутренних дел германии за прошлый год министр нас министр внутренних дел германии нэнси фрезер были предоставлены все данные по криминалистике по вернее по криминалу по уголовным преступлениям и так далее в общей чертах по правонарушениям так вот по этой статистике 42 процента всех правонарушений будь то уголовные или административные в прошлом году в 2023 году на территории германии были совершены выходцами из скажем так очень жарких стран вы понимаете о чем я говорю может быть эти роботы этот искусственный интеллект цепляется за слова которые звучат в видео и поэтому блокирует или отключает комментарии это касается той темы в которую я поднимал ранее в своих прошлых видео от 19 20 и так далее апреля вот 42 процента всех уголовно и административных правонарушений на территории германии совершены так называемыми мигрантами следующий вопрос это коротко для тех кто опять может сказать что мол типа мы придираемся я придираюсь или еще что то я говорю то что есть на самом деле я говорю правду которую увы иногда некоторые люди не хотят видеть не хотят слышать ввиду того что они живут в своем мирке типа как вот моя хата с краю ничего не знаю или та хата горит а со мной может обойдется поэтому они не хотят этого слышать и иногда высказывают различные такие вот реплики у меня под моими видео не цензурная брань там еще что то я этих людей просто напросто отправляю в бан даже их комментарии не допускаю на канал потому что мне грязь на канале не нужна да я залез в эту политику я вот начал вам это рассказывать но рассказывать со стороны человека который здесь живет который проживает именно на территории на которой происходят вот такие вот скажем так непотребства со стороны многих людей приехавших сюда скажем так в качестве гостей пока в качестве гостей конечно же правительство высказывает различные доводы к тому что нужно помогать этим людям интегрироваться в жизнь в стране нужно помогать им изучать язык помогать допустим или получать новую профессию или переквалифицироваться по своей старой профессии чтобы они могли начать работать но проблема в том что вот уже сколько 8 лет к нам приезжают эти люди из Ирана из Ирака из Афганистана кстати я про афганцев говорил они работают почти все они никто из них не сидят по домам они вот не знаю вот не знаю почему но именно афганские вот эти вот товарищи под названием беженцы они действительно работают в этой стране так как будто вот ну как немцы как настоящие немцы вот это вот действительно хорошо вот это действительно вот это пример для для других людей приезжающих сюда вот смотрите момент приезжающих сюда абсолютно новой одежде Абсолютно новая одежда Этот человек бежал от войны Бежал из разбитой какой-то страны Бежал со своей территории На которой его притесняют Дискриминируют и так далее Они приезжают сюда абсолютно С иголочки одетые И у каждого из них новый айфон Новый айфон Государство им предоставляет Возможности Есть такая контора ОТУ Мобильная связь и так далее Государство предоставляет возможности Через эту контору Им безлимитного интернета Бесплатно Безлимитного интернета В первые допустим полгода или год Они могут звонить к себе на родину Они могут пользоваться услугами интернета Телефона За это они не платят То есть те абоненты Которые живут здесь в стране в Германии Немцы У них естественно абонентская плата За вот этот интернет большая Потому что нужно оплачивать тех Кто не платит Кто пользуется этим бесплатно Поэтому такая вот вещь И эти люди приезжая сюда С иголочки одетые С новыми телефонами Абсолютно новыми телефонами Они считают Что здесь им все будет так вот И дальше предоставляться Как Не знаю Как На блюдечке с голубой каемочкой Да Давайте теперь Посмотрим дальше На вот Все эти вопросы Мне кто-то сказал Вот Здесь в Германии После того Когда я выступил В одном коротком видео По поводу Принятия закона В Англии О депортации Всех вот этих вот Граждан Называющих себя Беженцами Но не имеющих Соответственных документов Соответствующих документов То есть Ну просто Бандиты Криминал Там еще Уголовники Еще кто-то Там не знаю Какие там Хапуги Которые не хотят Нигде работать Но хотят получать Социал И так далее Вот Кто-то мне сказал Что в Германии Надо бы тоже Такой закон вести У нас такой закон Существует О Выдворении О депортации Людей Не имеющих Своих Вот этих вот Правильных документов Загвоздка Этого закона В том И очень многие Сейчас я вам расскажу Почему они здесь остаются И как они здесь живут Загвоздка Этого закона В том Что Если у человека Нет Соответствующих Правильных Документов Удостоверяющих Его личность Удостоверяющих Откуда Он приехал В Германию Выдворить его Обратно В ту страну Из которой он приехал Не предоставляется Возможным Точно так же Не предоставляется Возможным Выгнать его В какую-то Третью страну Чтобы Та страна Допустим Или Руанда Или Уганда Или Та же самая Албания Чтобы эти страны Приняли этих людей У себя на территории В качестве Вот этих вот Временных беженцев Тоже нет Такой возможности Потому что У них проблемы С документами Многие эти Граждане Приезжающие сюда Знают эту фишку И заранее Или делают себе Фальшивые документы Или выдают себя Сегодня он Джон Ибрагим Асам А послезавтра он Махмед Ахмуд Ибн Абдала Какой-то Понимаете Вот они вот так вот Прикалываются И фиг поймешь Кто они на самом деле Их конечно же Временно терпят Вот в этих вот Общагах Вот в этих вот Лагерях Как анкер центре И так далее Но Им не выплачивают Никакого пособия А вы спросите А как же они живут Почему же они Вот не умирают Тогда А почему умирать Вернее Как жить Если Ну не платят пособия Но зато Туда каждый день Я уже в одном из видео говорил Приезжает Машина с продуктами И выдает Различные там Продукты питания Допустим Йогурты Молоко Хлеб Там овощи Фрукты Может быть что-то мясное Не знаю Но дает по мизеру В основном Дают В первую очередь Приоритетом Пользуются Семьи с детьми Потому что Детей Это все-таки Дети же не виноваты В том что Их родители Вот так вот Пускай даже иногда С обманным Обманным путем Но приехали сюда В эту страну Да Дети же в этом не виноваты Тем более маленькие Которым по два Может быть по три года А то еще меньше И точно так же Вот те люди Которых терпят здесь Ввиду того Что у них Нет Правильных Документов Удостоверяющих Их личность Точно так же Те люди Получают Вот эти вот Продукты питания И Едят их А нет Значит они ходят И пытаются Продать кому-то другому Хотя бы за пару Копеек Те же самые Йогурты Или К примеру То же самое Молоко Или тот же самый хлеб Они плачутся Они плачутся Говорят У них нет Денежек Так и так Мол Купи у меня Вот эту вот Всю кучу всего А я пойду Куплю себе Что-нибудь Другое Нормальное Есть такое Такое Практикуется Среди Самих этих Беженцев Они Они как бы Чувства локтя Они друг другу Как бы помогают В этом отношении Но Есть еще один момент Вот эти вот Граждане Которые Здесь Ни черта Не получают Ни копейки От государства Они живут Некоторые из них Живут Припеваючи Отгадайте За счет чего Правильно За счет того Что я говорил Раньше В своих видео За счет Продажи Наркотиков Где они Берут Эти наркотики Как они Это у них Свои Какие-то Каналы По которым Они выходят На этих Дилеров На вот этих На этих Продавцов Которые Снабжают Их Вот этой Наркотой Они Продают Наркотики Попался Попал в тюрьму Не попался Заработал себе Копеек С этих Копеек Сделал себе Что-то Другое Они в этом Крутятся Они знают Как это Делать Они знают Как это Делать И вот Сейчас Как раз Я Так вот Плавненько Перехожу К еще Одной Теме Я не хочу Сразу Говорю Не хочу Обидеть Чувства Никаких Верующих Людей Будь то Мусульмане Будь то Христиане Буддисты Баптисты Не знаю Там Адвентисты Седьмого дня В общем У нас В городе Лет Двадцать Назад При Содействии Благотворительных Организаций Одна Скажем так Религиозная Секта Христианско Религиозная Секта Открыла Клинику По Избавлению От Наркотической Зависимости В этой Клинике Работали Несколько Врачей Несколько Там Братьев Медсестер И так Далее Они Это Хорошее Дело Они помогают Подслуживающего Штрафовали Кто-то через что-то Прошел Тяжелое В этом Погряз В этом Повис Кто-то Смог Вылезти Из этого Кто-то Наоборот Опустился Приехав Сюда В Германию Почувствовал Почувствовал Кайф Получил Социал И подумал Да нафиг Я буду Работать Есть Такие Таких Очень Людей Много Вот Вам Сейчас И два Примера Один Коротенький Примерчик Со Слов Одной Знакомой А Другой Пример Который Я лично Сам Видел Значит Первый Пример Знакомая Она Рассказывала У нее Здесь Родственники Приехали Еще По-моему В 85 86 Году Живут Где-то Не в Баварии Где-то На какой-то Другой Земле И Это Было Начало 2000 Годов Она Говорила Что Вот Ее Дядька Там Вот Уже Сколько 15 20 Лет Живет Здесь В Германии И Еще Ни Единого Дня Нигде Не Работал Когда Они Его Спрашивают Или Вот Когда Приехали Сюда Ездили Встретиться Со своим Родственник И так Далее Те Показывали Как Они Живут Рассказывали Разные Нюансы И так Далее И вот Она Говорит Спросили А где Ты Работал Я Нигде Работаю Почему Ты Не Работаешь Дождутся Они Как Же Чтоб Я Работал Я Там Работал В Казахстане Вот Пусть Они Мне Здесь Пожизненно Платят Блин Социал А Социала Потом Спрыгну На Пенсию Вот Таких Людей Здесь Тоже Достаточно Их Конечно Не Много Но Они Есть Есть Да С Этим Никто Не Спорит Это Правда Это Правда А вот Вам Второй Пример Который Видел Лично Я Когда Мы Жили В Лагере Для Переселенцев Туда С Украины Приехал Один Парень Так Ребята Только Пожалуйста Не Надо Вот Все Хохлы Таких Хохлы Сякие Русских Тоже Говнюков Достаточно Так Что Давайте Не Будем Обобщать Просто Я Говорю Откуда Человек Приехал Парень Приехал Ему Где-то Может Быть 22 23 Года Было Молодой Все Он Отучился На Языковых Курсах После Языковых Курсов Ему Удалось Ну Так Чуть Немножко Собирались Они По Вечером Компании Выпивали Там Покупали Вино Там Иногда На гитаре Играли Кто О себе Рассказывал Иногда Сабантуйчики Устраивали Такие Но Не Дебоши Не Дебоши И Парень Этот После Того Когда Закончил Языковые Курсы Через Городские Службы Ему Помогли Найти Квартиру Он Получил Квартиру Двухкомнатную Хату Я Скажу Вам По поводу Квартир Вот Как Здесь Распределяется Жилплощадь По Германии На семье И так далее Вот И Он Нигде Не Работал Во Первых Зачем Работать Если Тебе Платят Социал Тебе Дали Квартиру За Квартиру За тебя Платят Государство Нафига Работать Да И Я Случайно Буквально Через Мы Жили Примерно В том же Районе Не в том А в соседнем Районе Когда Старая Квартира Была Потом Мы Переехали На другую Хату Мы Жили Примерно Недалеко От него Где-то В паре Километров И Я Несколько Раз Его Видел Потом Через Сколько То Лет После Того Когда Все Поразъезжались С Вот Этих Вот Общежитий Вы Честно Сказать Не Поверите Он Настолько Опустился Он Спился Молодой Парень И Вот Считайте Если Я К примеру Видел Его Через Семь Лет После Того Когда Когда Мы Разъехались Ну Там Приезжали Уезжали Приезжали Уезжали Мы Получили Квартиру Съехали С этого Лагеря Для Переселенцев То Лет Через Семь Ему Было Примерно Уже Лет 30 Вы Не Поверите Волосы Голова Вся Седая Лицо Опухшее Обрюзшее Он Не Просыхает У него Трясутся Руки Он Стал Хроническим Алкоголиком Хроническим Алкоголиком Он Все Он Он Потерян Для Общества Грубо говоря Просто Потерян Для Общества Что С ним Стало Дальше Я Не Знаю Потому Что Мы Съехали С Хорошо Вот Там Сейчас Еще Один Пример Приехал Сюда Один Человек Тоже С Украины Со Своей Женой Он Музыкант Хороший Музыкант Причем Аранжировщик Продон Аранжировщик Он Работал Где-то Там С Какими-то Группами На Украине Вот Но Получилось Так Что Оказалось Что У него Был Фиктивный Брак У Жены Было Двое Детей Они Развелись Он Знал Куда Он Едет В общем Они Здесь Развелись Но Он Все-таки До последнего Момента Надеялся На то Что У них Будет Семья В общем Они Разошлись И он Остался Один Вместо Того Чтобы Стать На очередь И Получить Квартиру В городе Он Стал Бомжевать И Я Его Видел Буквально Через Два Года После Того Когда Он Разошелся Со своей Женой А до Этого У него Были Планы Ураганы Создать Свою Музыкальную Группу Ездить С гастролями Чуть ли Не По всей Европе И так Далее Вот И я Его Видел Через Два Года После Того Когда Он Разошелся Своей Женой Это Бомж Это Просто Бомж Действительно У него Не было Ни Квартиры Ничего Он Жил Вот В этом Общаге В этой Общаге Для Вот Этих Бомжей Ночевал Там Днем Ходил По Городу Со Своими Авоськами То Там Приткнется Ту Сям Приткнется Действительно Жалко Смотреть Вот Так На Человека Это Знаете Вот Такой Вот Момент Неприятный Когда Люди Приезжают И Просто Опускаются В ноль И Поэтому Говорить Что Наши Люди Которые Приехали Сюда Да Типа Мы Тут Все Пришли Да Мы Все Люди На Этой Планете Пришли Мы Все Здесь Временные Нет Ничего Постоянного Даже Сами Немцы Они Пришли Та Германия Сегодняшняя Которую Мы знаем Она Всего Навсего Существует Только Скажем Так Грубо Говоря Семьдесят С лишним Лет Здесь Все В этой Стране Пришли Так Что Говорить Что Мол Типа Защищать Как-то Вот Этих Людей Приезжающих Сюда Устраивающих Дебоши Пытающихся Насиловать Кого-то Прям Среди Бела Дня Или Продающих Наркотики Или еще Что-то Не надо Защищать Их Каждому Своё Как говорится Естественный Отбор В природе Если Человек Может Чего-то Добиться Если Он Знает Как Этого Добиваться То Он Этого Будет Добиваться Если Он Паразитирует На Обществе Социальном Вернее На теле Социального Общества Он И дальше Будет Паразитировать Он Не Будет Развиваться Он Его Не Заставишь Жить Нормально Как Человека Потому Что Он Паразит Причем Паразит Социальный И Таких Очень Много Таких Очень Много Ну А Выдворять Выдворить Вы знаете Легко Сказать Выдворить А Не Получится Потому Что Я Вам Уже Сказал Что Нет Соответствующих Документов Нет Соответствующих Бумаг И Доказать Из какой Страны Он Приехал Тоже Очень Сложно Очень Тяжело Многие Из них Косят На то Что Они Ни Единого Слова По Немецки Не Понимают И Когда С ними Начинают Говорить По Английски Они Переходят На Свой Суахили Все А Знатоков Суахили Здесь В Германии Буквально Раз Два И Обчелся Я не спорю Есть переводчики Но переводчики Стоят денег И у них Своя же Работа Тоже Есть У этих Переводчиков Поэтому Такие Вот Моменты Неприятные Но Существуют Везде Везде Что я могу Сказать А вот Здесь Сейчас Справа Строится Огромная Контора Ну как Контора Здесь Будет Очень Много Офисных Всех Вот Этих Помещений Тут Когда-то Стоял Авто Автосалон Продавали Французские Машинки Цитроены Вот Эти Пежо Рено Цитроены Цитроены Негативные У меня Отношения К Цитроенам Только Потому Что Меня 12 Стоп 14 Лет Назад Сделали На Продаже Цитроена Если Кому Интересно Я Потом Как Нибудь Расскажу Что Это История Довольно Таки Неприятная Я Влетел На Свои Кровные Деньги Тем Более Что Суд Длился Два Года Ну И Все Равно Сначала Сначала По Первому Процессу Выиграл Я А По Второму Процессу Получилось Не Выиграл Но Разошлись Как бы Типа На Мирных Этих Самых Я Влетел Хорошей Деньги В Очень Хорошей Деньги Поэтому Если Вдруг Возникнет У кого Желание Я Может быть И расскажу Об этом Пока Не знаю В общем Такие Вот дела Ребята Я Буду Надеяться Что Здесь Под этим Видео Не Будет Такого Бардака С Отключением Комментариев Как Было С Предыдущими Видео В общем Не Забывайте Подписаться Поделиться Правильно Комментировать Без Руганий Без Скандалов Без Обзываний Без Оскорблений Потому Что Уже Без Предупреждения Я Буду Всех Отправлять Просто Напросто В бан Даже Не Рассматривая Кандидатуры Хороший Человек Ошибочно Он Написал Это Заявление Или Нет Просто Буду Отправлять В бан Всем Удачи Пока